Мы приехали из Горловки. У нас семья, когда начали в 2014 году какие-то действия известные, надо было куда-то переезжать, где-то найти это. Первое время мы жили в других местах, снимали, и вот это нам предоставили, это вот семейное общежитие. Но вы были в Мариуполе, да? В Мариуполе ехали в Саиде? Да, в Мариуполе жили. Все это время жили в Мариуполе. У вас пять деток, да, получилось? Да, пять деток. Было четверо, когда сюда переехали, уже родился недавно. Пятый. Вот 11 месяцев ему. То есть мы уже переехали сюда, и здесь уже вот он родился. Да, мы обращались в жилищный, то есть непосредственно к нашим службам, вот социальные службы, все это. Мы стояли на учете предоставления жилья. И вот спустя долгий срок времени, то есть три года мы прожили, нам выделили вот это общежитие. Тут, конечно, это очень комфортные условия, очень. Ну, можно все оценить, что и техника есть, и стиральные машинки. То есть это было не только вот помещение нам выделено, это было выделено полностью со всеми, скажем, с мебелью, с техникой. То есть все с тем, что тем можно комфортно проживать. У вас тут вот две печки, да? Микроволновка. В каждом блоке немножко отличается это, то есть в зависимости от количества людей проживающих. У нас, мы проживаем в комнате, у нас восемь человек. Еще и бабушка, да? Да, пять детей и бабушка. В этом блоке у нас, по-моему, 20, около 20 человек. Это сколько семей? Это у нас пять комнат, пять семей. И непосредственно вот здесь у вас есть и мультиварка, и микроволновка. Ну, это хлебопечка. Хлебопечка. Тут не все, конечно, то, что предоставлялись. Тут многие вещи, это те, которые уже непосредственно жильцов. То есть у нас вот одна, как она, стиральная машина, вот, остальные стиральные машины, это уже непосредственно люди уже каждый, ну, за три года кто-то чем-то ж обзавелся. Вот, поэтому здесь много тоже, вот, холодильник тоже, это вот соседский. Помимо того, что нам предоставили тоже холодильники и комнатах, ну, у кого-то какие-то были свои вещи. Поэтому, ну, мы как бы сдружились здесь, я довольно-таки дружно живу. Да, они комнаты разные по квадратуре, то есть здесь чуть больше, чуть меньше. Вот, у нас самая большая комната, ну, самый больший жильцов, вот, в этой комнате. Остальные комнаты чуть поменьше, ну, там, соответственно, меньше детей, меньше людей вообще. Ну, условия вам здесь, в принципе, нравятся, да, то, что детская площадка есть? Да, условия нам очень нравятся. То есть сказать там, что просто нравится, нет, это очень нравится. То есть довольно все комфортно, все хорошо, тепло, и зимой тоже все очень хорошо, зиму все пережили, очень удобно. Та же самая, да, вот вы правильно заметили, что детская площадка у нас как раз угловая комната, и очень удобно, что окна выходят на детскую площадку, видно, когда детей, то есть даже можно заниматься своими делами какими-то, то есть готовить, убирать и наблюдать, как там делают наши детки. Площадка огорожена, очень все удобно. А вы вот оплачиваете что-то здесь, коммунальные? Да, коммунальные услуги оплачиваются. Опять же, очень большой плюс в том, что здесь мы живем по договору, то есть все официально, и мы можем оформить ту же самую субсидию. То есть вы оформили, да, субсидию? Конечно, да, это на очень-очень хорошая поддержка. Ну и сколько вот примерно обходится комната, ну просто даже субсидией? Ну, без субсидии, вот на летние месяца вот у нас 900 гривен, на зимние это было около 3000 гривен. А почему так дорого из этого? Ну, я не знаю, ну это общежитие, у нас просто много шельцов, у нас тут же делится все, как бы, общие счетчики, и делится все на человека. А у вас 8 человек. Да, у нас просто чем больше людей, тем больше, то есть как бы, не зависит от того, сколько ты реально потребил, не потребил. Ну это как бездержки общежития. Но это все равно достаточно приемлемо и очень комфортно. С учетом субсидии? Я не работаю официально, потому что у меня есть тоже 5 детей, постоянно по больницам, по этим, то есть нужен такой график, чтобы довольно-таки свободный. То есть официально мне никто не хочет устраивать. Неофициально, конечно, я работаю. А чем занимаетесь вообще? Я занимаюсь вот мебель, все остальное, когда-то работал на ремонтах, вот. Ну, сейчас пришлось вспоминать свои навыки, то есть сейчас не отказываюсь ни от чего. То есть какую работу предлагают, куда зовут, то есть, естественно, идешь там и что-то делаешь. Это и по ремонту, и по мебели, то есть, ну, все навыки, которые нужны были, они пригодились. Сейчас, конечно, таких планов по поводу покупки квартиры, это вообще нету даже, ну, не знаю, даже не хочу об этом думать, потому что это очень далеко и в туманной перспективе. Сейчас все тратится на, в основном, на проживание именно посредственно, непосредственно каждый месяц. Да, то есть, вот сейчас опять вот новая проблема, то, что вот сентябрь, опять все школьники, у нас вот новый школьник, то есть двое уже учатся в школе, и будет сейчас первый класс, пойдет еще третий мой ребенок. Тоже, опять же, основная проблема, да, пошли, походили, посмотрели те же самые вещи, ну, то есть форму, все это дорого, все это, это, как бы все по отдельности вроде бы оно так по мелочи, но вместе это все очень дорого, вот, поэтому потихоньку пытаемся, пытаемся, а сейчас вот пока на этом, то есть мы решаем проблемы по мере их поступления, сейчас нацелены на это, сейчас это все решится дальше, по такие долгосрочного периода, там, о покупке квартиры, еще каких-то, просто нету времени и некогда об этом думать, и поэтому стараемся решать насущие проблемы, которые... Главная крыша над головой есть. Да, сейчас, как бы, ну, одна проблема, как бы, снялась, то, что сейчас мы по договору здесь находимся, что мы знаем, что уверенно в заднейшем не, что не окажемся где-то на улице, вот это уже одна такая огромнейшая проблема снялась, ну, а дальше уже потихонечку мы уже движемся, как-то развиваемся. А в Горловке что осталось? А в Горловке осталась квартира, вот. Вы ее там навещал кто-то, может, смотрел, все нормально, да, потому что... Ну, мы раньше, когда мы проживали там по съемным квартирам, по этим, то приходилось периодически, места не было, мы периодически ездили, забирали вещи, то зимние, то летние меняли, вот так вот. Сейчас, ну, здесь более комфортное условие, тут уже можно оставить и вещи, то есть есть уже комплект и летних, и зимних вещей есть, где поместить, разместить. Поэтому уже такой надобности, как бы, нету. Последний раз навещали, конечно, там ездили, ну, я не знаю, даже... Ну, не помню, ну, один, за год, ну, вот один раз нам съездили. Вот и все. То есть, как бы, особой надобности просто нету. Нету туда ездить. Ну, а лишний раз туда ездить, опять же, шмаладе... Ну, туда возвращаться вы не хотите. Ну, по крайней мере, сейчас даже таких мыслей, естественно, нету о том, чтобы возвращаться. Туда некуда просто возвращаться. Вот. В будущем, если там наладится все, наладится, как сказать, ну, политическая обстановка и все остальное, то есть это регулируется, да, это, возможно, ну, пока, пока не знаю. Пока эти, ну, туманные перспективы, поэтому об этом, опять же, мы не думаем пока.